Алло, коллеги? Алло, коллеги? Хорошо меня слышно? Хорошо меня видно? Так, да, слышу, вижу. Добрый день всем! У кого-то вечер, у кого-то уже глубокая ночь. О, Наталья, знаю, что у вас, конечно, уже поздний вечер там. Всем-всем добрый день! И добрый вечер, и какое у вас там есть время суток. Хочу вас сразу обрадовать. Я вам передаю привет из Обнинска. Я пожертвовала своим сегодня днём, побоялась из Брянска проводить вебинар. И приехала сюда в студию. Поэтому вам огромный привет от Алексея Васильевича Конобеева. Я с ним уже пообщалась. И от Клары Исаковны Кауфман. Мы тоже с ней поговорили перед вебинаром. Огромный привет всем-всем учителям от наших любимых из Обнинска. Ну и второй момент. Я, конечно, не привыкла проводить вебинары. Обычно общаюсь с учителями и с людьми, когда смотрю им в глаза. Поэтому немножко сложно мне будет. Я буду ориентироваться на свои знакомые лица, кого я хорошо знаю в лицо, с кем встречалась на семинарах в Обнинске. Я вижу ваши глаза. Доброе вам здоровье, мои дорогие. Итак, мы начинаем наш вебинар. Прежде всего, я хочу сказать о том, что сегодня я буду говорить с вами об УМК Happy English. Почему? Я работаю по этому учебнику и всем его компонентам, начиная с самого первого дня его выпуска, с 2001 года. И за эти годы у меня накопился уже большой опыт работы по УМК Happy English.ru. Первое, что я хочу сказать. Невозможно работать по одному учебнику, а нужно работать по всем его компонентам. Я знаю учителей даже в своей Брянской области, в своем районе, которые... некоторые компоненты. Иногда они используют тетради, иногда они используют даже аудиозаписи. А уж обучающие компьютерные программы далеко не все учителя используют. Поэтому сегодня мы с вами будем говорить именно о том, что необходимо использовать все компоненты учебника, которые входят в него, в этот учебный комплект. И только тогда можно добиться хороших результатов. Ну и еще об этом УМК. Я вам уже сказала, что работаю по нему очень давно. И вот знаете, как в рекламе стиральный порошок рекламируют? Показывают пачку порошка, на которой нет этикетки, и потом свой, какой-то другой порошок, который хотят прорекламировать. И говорят, я вот этот ваш хороший порошок, две пачки, не променяю на один свой. УМК не променяю на свой любимый happyenglish.ru. Ни на какой УМК, даже мне в двойном размере, дайте все его компоненты, я просто его не променяю ни на что другое. Почему? Потому что этот учебник дает возможность, во-первых, он сделан для русских школьников. Это точка.ру. А во-вторых, он дает возможность разноуровневого обучения, он дает возможность великолепного подготовки к единым экзаменам и в девятом классе. Нам обещал Ливанов тут на днях, что с 16-го года мы будем уже сдавать экзамены в девятом классе обязательные. Посмотрите, почитайте об этом. А с 20-го и в 11-м классе. Поэтому нужно выбирать тот учебник, который дает наибольший эффект и подведет ребят к хорошим результатам. Для меня именно этот учебник явился именно таким. Ну, а что касается обучающих компьютерных программ, значит, я тоже начала с ними работать с самого первого момента, как только их стали выпускать. Но я не на все вопросы, может быть, чата буду отвечать сразу. Я вот вижу уже вопрос, как вы справляетесь с нехваткой времени. Ну, на меня удивляются, как я справляюсь вообще с нехваткой времени в жизни. Мои близкие знают, что я успеваю во всех конкурсах участвовать и уроки проводить. И три теплицы у меня с помидорами и перцами. Но это не суть важно. Поэтому и с учебником я стараюсь выбирать и работать так, чтобы добиваться наибольшего от каждого из его компонентов. Ведь все дается нам с вами не для выполнения, но абсолютно каждого. Учебники и обучающие компьютерные программы, они разноуровневые. И что-то мы используем в одном классе, чего не сможем в другом, даже в параллельных классах. Поэтому это зависит уже от учителя. Но только все компоненты нужно использовать. Вот я вижу, Лилия Катыфьяновна говорит, из-за того, что учебник 10 класса не выпустили, пришлось перейти на Биболетову. Так я вот вам хочу сказать, я не перешла ни на какой учебник, когда два года не было учебника 10 и 11 класса. У нас был такой период, когда 9 класс закончился, и не было 10 и 11. Пришлось два года создавать какие-то печатные пособия, брать из разных учебников страницы отдельные, но другой учебник просто не взяла. Дождалась, пока Клара Исааковна с Марианной Юрьевной выпустили учебник для 10 класса и пошла дальше по этой же линии. Не променяла свой учебник ни на какой другой. Так вот, сегодня мы с вами будем говорить об использовании электронных учебных пособий, в данном случае обучающих компьютерных программ. Почему я не говорю о пособиях для 10 и 11 класса? Они отличаются немного от обучающих компьютерных программ. И почему я не говорю о компьютерных программах для начальной школы? Потому что я просто по ним не работаю. Мне не повезло, я не работаю в начальной школе, поэтому замечательно. Но я по нему работаю дома со своей внучкой, с маленькими ребятами. А вот 5-9 класс у меня сложился уже давно, и все элементы, все обучающие компьютерные программы я имею. Значит, что я хочу сказать вам. Значит, проблемы никакой нет с работой с этими программами. Вот вы видите сейчас на этом слайде, что в каждой компьютерной программе, здесь вот коробочки от них от всех на слайде есть, показаны, есть файл с пояснениями, так называемый гайд. В этом пояснении, в этом файле четко все расписано, с чего начинать и как. Во-первых, говорится о назначении программы, для чего она нужна. Во-вторых, объясняется каждое таковое упражнение, игра, содержание диска. Рассказывается, как можно зарегистрироваться для того, чтобы диск-то лицензионный, нужно обязательно его зарегистрировать. Показано главное меню и дается, вот хотела остановить ваше внимание на последнем седьмом пункте на этом слайде, поурочное описание упражнений. Для чего это важно? Дело в том, что диск лицензионный, он устанавливается только на одном компьютере. Я покупаю обычно два диска. Один для домашнего компьютера, а второй для своего рабочего компьютера в школе. Но если такой возможности у вас нет, можно использовать вот это поурочное описание упражнений. В этом поурочном описании упражнений дается четкое назначение каждого задания на программе. И при подготовке к уроку вы можете пользоваться этим обычным вордовским файлом, который вложен в коробочку с программой. Так, дорогие мои, ссылку на сертификат не просите, пожалуйста. Сразу приостанавливаю ваше эти поползновения. В конце вам дадут ссылку на сертификат. Убедительно прошу вас только по делу. Все вопросы в чате. Итак, в этом файле с пояснениями гайд, вы можете все найти для себя необходимое. Есть возможность зарегистрироваться под логином ТИЧа. Если вы зарегистрируетесь, то вы можете просмотреть результаты всех учащихся, которые будут работать с этим диском на компьютере. Но это для того, чтобы видеть результаты своих детей. Если у вас каждый ребенок будет входить под своим логином и под своим паролем. Если же нет, то это совсем не обязательно. Вы можете зарегистрироваться под своим обычным именем. Итак, значит, мы с вами получили руководство. Теперь давайте посмотрим, что же с обучающей компьютерной программой мы будем делать. Как мой кабинет оборудован, вижу вопрос. Кабинет, ну, наверное, не для всероссийского вебинара вам сказать. Я когда-то работала много лет директором школы. И когда перешла учителем работать английского языка, для меня кабинета просто не было. Поэтому я не хотела отнимать кабинет у второй учительницы. Это было бы неэтично. Поэтому я отгородила кусок коридора в конце второго этажа и сделала из него для себя кабинет. В моем кабинете, он очень маленький, не было ничего. Все по крупицам собиралось. Просто по крупицам. Отгороженный кусок коридора. И на сегодняшний день у меня там есть проектор, компьютер и интерактивная доска. Но интерактивную доску я тоже, ну, что называется, своим авторитетом вытребовала в районном отделе образования. Это тоже не просто так она мне досталась, эта доска. Но мы сейчас не будем говорить. Доска совершенно необязательна для того, чтобы работать с обучающей компьютерной программой. То есть мы сейчас будем с вами дальше говорить, что нам понадобится. Значит, во-первых, давайте разберемся с обучающей компьютерной программой. Назначение ее очень серьезное. Каждая компьютерная программа развивает абсолютно все навыки учеников. И лексико-грамматические, и орфографические, и фонетические. Коммуникативные, и социокультурные. Она является дополнением к нашему УМК. Это один из компонентов нашего УМК. И позволяет компьютерная программа формировать у школьников именно мотивацию к овладению английским языком. Где купить компьютерные программы? В интернет-магазине. Вы знаете, очень просто их покупать. Я в последнее время их покупаю... Как это называется? Сразу мне присылают файл на диск. А, электронная доставка. Вот как это правильно называется. Значит, не ждать по почте, не платить деньги где-то на почте за доставку, а с карточки перечисляю, и мне тут же электронная доставка через 15 минут. Вот мне понадобилось заниматься с девочкой в восьмом классе, а у меня не было дома этой компьютерной программы. Я перед ее приходом, перед занятием быстренько купила, установила, и у меня появилась такая программа даже дома. Так вот, эта обучающая компьютерная программа позволяет формировать именно вот мотивацию, позитивное отношение к учебе. И упражнения, которые есть на этих программах, на этих дисках, развивают очень хорошо... Ребенка не только в языковом плане, но и как личность. Там упражнения и игровые, и другие даны так, что помогают развивать у ребенка память, догадку языковую, воображение. То есть это... Мы убиваем с вами двух зайцев сразу. И работа над языком, и работа над развитием ребенка. Ну, и не стоит еще раз повторяться и говорить, что приемов методических на этой программе так много, что мы с вами можем любыми этими способами добиваться того, что ребенок заинтересуется и будет работать даже и потом без компьютерной программы. В аннотации к обучающей компьютерной программе что она рассчитана на индивидуальную работу в классе с применением персональных компьютеров. Вот сейчас я вижу вас на сайте, в чате уже 400 человек. Скажите, у кого из вас есть возможность посадить сразу всю группу учеников за компьютеры и купить 10, ну или там 8 дисков, чтобы установить лицензионные диски на каждом из этих компьютеров? Наверняка все ответят «нет». У меня тоже нет. Значит, что же тогда нам с вами делать, если компьютер в классе всего один? И диск мы с вами купили только один, потому что он лицензионный. Вот давайте из этих позиций и исходить. Мы с вами практики. В теории можно все что угодно придумать, а нам нужно с вами работать. Дальше. В аннотации к компьютерной программе сказано, что ее можно использовать для самостоятельной работы учеников в качестве домашнего репетитора. Это вообще идеально. Если у ребенка дома есть диск с компьютерной программой, и он может с ней индивидуально работать, это великолепно. Но, а что делать, если не каждый ученик у меня в классе, в группе, может купить себе такой диск с программой? А что делать, если даже компьютера у ученика дома нет? Вот я работаю в сельской школе, в которую ходят ученики из пяти различных населенных пунктов. За два, за три километра в школу. Ну, сейчас подвоз у нас, автобусы есть. А так пешком. И не у каждого из них в деревне. Есть интернет, компьютер и обучающая компьютерная программа. Так, со звуком нет? Поработайте сами, посмотрите, заморозьте видео, проверьте компьютер. Еще у кого-то звука нет? Так. Так, диск закачать на школьный и домашний у вас никогда не получится. Я еще раз повторяю. Ну, диск лицензионный, его можно только на одном компьютере установить. Если вы хотите, как я делаю, два диска покупаю себе, один домой, второй в школу. Так вот, мы исходим из того, что диск у нас один, и компьютер в классе один. Вот кто-то, Наталья, приносит ноутбук с собой в класс, и поэтому у нее он, этот диск закачан, зарегистрирован на этом компьютере. Упражнения совершенно разнообразные. Это упражнения лексические. Это упражнения на развитие навыков орфографии. Это упражнения грамматические, причем совершенно разные, интересные, на совершенно разные грамматические явления. Это абсолютно на каждом диске есть разные упражнения на построение предложений разного типа. И вопросительные, и отрицательные, и просто предложения повествовательные, и с хвостовыми вопросами. То есть умение строить разные типы предложений очень важно. И это заложено на диске. Дальше. Коммуникативные навыки. Конечно, это симуляция коммуникации, но тем не менее на диске есть возможность и поработать над коммуникативными навыками. Ну, а наш УМК, happyenglish.ru, настолько богат социокультурным материалом, это один из богатейших учебников в данном плане, и компьютерная программа дополняет его тоже. Диски дополняют социокультурные компоненты, заложенные и на эти диски. Что еще я хочу сразу вам сказать? Что упражнения на дисках не повторяются. Даже если вы на одну и ту же кнопочку нажмете дважды и трижды, упражнения одинаковым не будет. Они содержат избыточное количество вариантов наполнения, и при запуске... ...пражнения поменяются местами. Или добавятся другие предложения. В общем, упражнение меняется настолько, что ребенок не может запомнить построение этих упражнений на диске. Как работать в группе с одним компьютером, именно об этом сегодня наша тема. Я буду рассказывать. Следите за мной, пожалуйста. Я расскажу, как работать с одним компьютером и с одним диском. Так вот, один диск с программой и один компьютер. У меня есть интерактивная доска, но ее может и не быть. Но просто нужен проектор и экран тогда. Значит, учитель может совершенно безболезненно и успешно использовать на каждом уроке обучающую компьютерную программу даже при наличии... ...и одного компьютера. Но для этого... Не обязательно интерактивная доска, просто проектор и экран. Но для этого учителю нужно поработать самому, провести очень серьезную, значительную подготовительную работу. Лично я сделала это вот как. Поделюсь с вами своим опытом. Значит, просматриваю все упражнения конкретного раздела в каждом классе. Завела блокнот, тетрадь, в котором каждое упражнение у меня расписано, когда и где я могу это упражнение использовать. Могу ли я его использовать фронтально? Могу ли я использовать его только для одного ученика? Вот вы знаете еще в чем проблема этой такой большой подготовки? Дело в том, что в разделе... Ну, возьмем любой раздел, тот же 6-й, 7-й класс нашего УМК, ну, раздел 4-й, 5-й, любой, какой вы хотите. Значит, лексика вводится поэтапно, постепенно, в течение нескольких уроков. Она не вводится на одном уроке. А вот первое упражнение каждой обучающей программы, лексическое, дает обобщение всей лексики, введенной в данном разделе. Поэтому вы можете использовать это упражнение не так, как построена обучающая компьютерная программа, не на первом же уроке, а продумав, когда и где вы сможете использовать это упражнение. Значит, их нужно отбирать заранее. Юлия Вячеславовна совершенно права. Значит, можно и нужно просмотреть, во-первых, все упражнения, для себя сделать пометки и записи, когда и где, на каком уроке, и как вы будете использовать это упражнение. А еще лучше внести в тематическое планирование. Тогда совсем просто. Вы открываете план урока, и у вас там четко написано Unit 5, Exercise 3. И больше вам делать ничего не надо, только нажать на кнопку. Вот поэтому подготовительная работа учителя очень и очень и большое имеет значение. Мы с вами по порядку пройдемся по разным типам упражнений. Прежде всего, вот лексические упражнения, я уже остановилась о том, что Светлана Анисимовна, мне очень приятно чувствовать, что вы меня поддерживаете. Очень приятно видеть, что вы меня слышите и поддерживаете. Так вот, о лексических упражнениях. Мы с вами спланировали, где и когда. Давайте теперь разберемся, как методически мы можем сделать упражнение на лексику. Упражнение на соответствие. Вот вы видите здесь скриншот этого упражнения. В начале урока для разминки. И таким образом, один ученик, далеко не самый сильный, беру послабее ученика, для которого уже приятно постоять у доски и получить свою заслуженную тройку за то, что он нажимает кнопки. Значит, один ученик у доски вслух называет слова по-английски, находит их русские эквиваленты, а весь класс, группа учеников быстро, с места поднимает руки, называет с этими словами или сочетания, или целые предложения. Вот сейчас вы сможете посмотреть видеофрагмент такого упражнения. Ну, за качество записи я извиняюсь перед вами. Я, конечно, не специалист делать хорошие записи, но постаралась вам показать, как это получается на уроке. Значит, девочка находит эквиваленты русских и английских слов, нажимает на соответствующие карточки, открывается постепенно бонусная картинка, а ученики с места в классе говорят предложение с этими словами. She is a best pupil. The best. My friend is the best pupil. Be popular. Вот это упражнение совсем недавно мы делали. Видите, там на доске 4 марта. Это как раз в 7 классе такое упражнение. Так, давайте мы сейчас о Вербицкой говорить не будем. Мы сегодня говорим по БОМК Кауфман, и давайте поделимся опытом работы. Если вы хотите, зайдите на сайт просвещения, и там поработайте с другим ОМК, пожалуйста. She has a lot of good marks. Be the best pupil. She is a best pupil. The best. My friend is the best pupil. Be popular. Вот это Катя у меня открывает карточки на доске, а ребята с места говорят предложение с этими словами. Сложнее у вас или проще? Вот вы советуетесь между тем, что трудно ребятам дается. А как вы планируете в следующем году, в 9 классе, принимать обязательный экзамен по английскому языку? Обязательный экзамен нам Ливанов запланировал на 16-й год в 9 классе. Поэтому вот наш ОМК, Happy English. Продолжение следует... Be the best pupil. She is a best pupil. The best. My friend is the best pupil. Be popular. This actor is very popular. My friend is a book, it's very popular. This car is very popular. All right. Do the parachute jump. I can... Менять ни на что не стоит. Надо продолжать работать, работать и работать. Он дает возможность такую. Так, дальше мы идем к следующему слайду. Продолжаем работу. Значит, упражнение на знание лексики другого типа. Вот в данном случае подстановка слов в пропущенные места. Multiple choice, варианты на выбор. Делается в течение трех минут такое упражнение на уроке. В трех, в пятиминутный срок мы укладываемся. Ученик читает слух предложения и три варианта слов. Если он сам не справился, не подставил нужное слово, класс готов прийти на помощь, он моментально тут же называет слово, которое нужно подставить. Но такое же упражнение можно дать и про экзамен серьезно Татьяна Сухова. Совершенно серьезно. Ливанов сказал, что это будет репетиция перед обязательным экзаменом 2020 года. Так вот, можно давать еще и индивидуально. Если класс занят другим видом работы, одного ученика можно посадить за свой компьютер, не открывая экран, не включая проектор. А ученик может работать на вашем компьютере, значит, индивидуально и получить свою оценку. И так, немножко проскочила, вернусь. Есть упражнение на заполнение пропусков из набора слов. С ним тоже можно работать фронтально. Каким образом? Значит, сначала прочитываем все слова, которые даны внизу под упражнением, а потом читается предложение и быстро подставляется слово. Хорошо, когда у вас у доски стоит ученик, который манипулятором является. Эти слова подставляет. Если вы хотите дать такое упражнение индивидуально, это лучше. Очень хорошо. Если текст мелкий, если у вас экран далеко, если класс большой, то, конечно, ребятам не видно будет. Но я исхожу из своего опыта. Как я вам говорила, у меня кабинет, отгороженный кусочек коридора. И в кабинете помещается не больше 15 учеников. Поэтому они все видят доску, все находятся в досягаемости от экрана. Но индивидуально это упражнение, конечно, очень хорошо можно дать отдельно ученику. Очень многие упражнения из обучающих компьютерных программ можно использовать для введения лексики. Вот в седьмом классе вопросы, пожалуйста, подойдите. Разные вы зададите потом друг другу на форуме. У нас на форуме очень большой разброс вопросов. А сегодня у нас вопрос конкретный. Использование УМК Кауфман и обучающих компьютерных программ к нему. Так вот, упражнения для введения лексики можно тоже делать с помощью обучающей программы. Вот идиомы в седьмом классе. Здесь показаны картинки и данные идиомы. На следующем слайде отрабатывается их употребление. Мы сопоставляем идиому и ее русский эквивалент. А потом, вы посмотрите, скриншот ниже, значит, даются коротенькие тексты, диалоги. Их можно даже на слух прочитать. Это даже восприятие на слух. И подставить нужную идиоту. Мы с вами активизируем внимание учащихся, развиваем их умение мыслить логически и учим слушать внимательно представляемый текст. Значит, это можно вводить. Для введения лексики подходят и упражнения вот такие с картинками. Они есть в разных классах. На данном скриншоте вы видите из программы к девятому классу. Так, стоп, про федеральный перечень вижу вопрос. Каким образом продолжать использование УМК Кауфман, если его исключили из перечня? Ну, во-первых, его не исключили из перечня, а не внесли в перечень. Давайте по-разному подойдем к этому вопросу. Во-вторых, у нас есть возможность его включить в перечень в этом году. А в-третьих, у вас в библиотеке накопились учебники, по которым... ...можете работать, не обращая внимания ни на какой перечень. С чем я вас и поздравляю, если у вас такие учебники есть. Лично и у меня в учебнике есть для всех классов, с пятого по одиннадцатый. И я не собираюсь ни по каким другим больше работать. Поэтому не сдавайтесь. Вы начинаете сразу слушать, что вам скажут. Какие бувашки, какие листочки вам пришлют. Меньше слушайте, больше думайте сами. Так вот, для введения лексики подходят упражнения с картинками. В данном случае из девятого класса. Сначала под каждой картинкой есть подпись. А потом следующий слайд, я его просто не показываю, дает возможность растащить каждой картинке, подставить правильные подписи. Drag the captions to... Вот эта отработка подходит самому слабому ученику в классе. Кстати, хочу вам рассказать. У меня в прошлом году девятый класс закончил мальчик, которого сразу в июне забрали в армию. Так вот, такие упражнения я ему давала, чтобы поставить три в аттестат. Другого он ничего не мог сделать. Но к картинкам подписи очень быстро и лихо находил. Поэтому честную тройку он пошел в армию и защищает нашу родину. Я рада, что я его не задержала в девятом классе. Не оставила на второй год. Поэтому самому слабому ученику такое упражнение подойдет. В девятом классе очень полезные и интересные упражнения, в которых лексика объясняется сразу на английском языке. Смотрите на этот слайд. Здесь даются слова. Ну, например, Jewelry. Показана какая-то часть речи. Стоит буковка N, noun. И объясняется, дается дефиниция этого слова на английском языке. Наверное, у каждого уважающего себя учителя на столе лежит словарь Hornby. Потому что просто перевести слово этого недостаточно. Надо еще уметь его объяснить и научить детей объяснить более простыми другими словами. И вот девятый класс дает такую возможность приучать детей. Ну, мы начинаем раньше приучать. Но вот эта обучающая компьютерная программа, уже в ней заложено такое упражнение, с помощью которого ученики перефразируют слова, овладевают синонимами. Не выговорю слово. Антонимами. И упражнение это состоит из двух заданий. Сначала, вот как вы видите здесь, даются слова и их дефиниции. Их нужно просто запомнить. А потом на следующем слайде даются слова, но их уже нужно объяснить самим. Вот здесь они перемешаны. Click on the matching pairs. И это можно делать вслух, со всем классом, фронтально. Великолепно получается работа. Называете слово, класс объясняет его по-английски. Обучающая компьютерная программа к пятому классу первый год обучения? Нет. Такой нет пока. Кстати, и его почему-то перестали печатать. Обращаюсь к издательству титул, к Алексею Васильевичу. Желтенький учебник на России. Хотя бы тысячу штук напечатайте. Мы без него не можем научить читать тех, кто учился по другим учебникам в начальной школе. Переучивать приходится в пятом классе. Я, кстати, взяла в этом году пятый класс и учу их читать. Так вот, такую работу можно проводить и фронтально, с классом. Сразу объясняют дети. А можно и индивидуально дать поработать, но это уже более сложная работа. Очень быстро, очень быстро проходит такая работа в качестве грамматической, речевой, лексической зарядки в начале урока. Теперь поговорим с вами о другом виде упражнений. Это навыки орфографии. Вы знаете, что... Над орфографией приходится работать с самого первого года обучения, с начальной школы. Дети... Ну, как я им говорю, ребята, написано Манчестер, а читается Ливерпуль. Дети затрудняются в написании английских слов. И приходится работать всеми методами. И по системе нашей бисукле. Пишем байсикл, говорим бисукле. И всеми способами. Я провожу небольшие устные, устные спиринговые диктанты в начале каждого урока. А вот эта обучающая компьютерная программа дает возможность работать над орфографией. Игра проходит в виде соревнования, в конце урока, когда дети устали, для разрядки. На этих упражнениях они отрабатывают правописание. Ну, во-первых, мои ученики обязательно ведут словарики. И те, кто плохо слова запомнил или не знает точно, подглядывают в словарик на уроке. Кто-то без словаря работает с этим упражнением, а у кого-то на столе открыт словарик. И ребята стараются догадаться, как же построить правильно этот набор букв, чтобы получилось слово. Для такой работы у меня нарезаны на столе коротенькие маленькие листочки. Дети берут эти листочки себе на парту и ставят себе плюсы за каждое угаданное слово. Накапливают баллы. Эти баллы в течение нескольких уроков у них накапливаются. Вот посмотрите, очень интересное игровое упражнение. Для пятого класса. Здесь мы повторяем алфавит. Я столкнулась с тем, что дети из начальной школы путают буквы. Сажаю за свой стол рабочий, даю мышку в руки, даже никакая не интерактивная доска, а мышка, чтобы легче было ребёнку просто нажимать на букву, не искать её. По алфавиту расположены буквы. По принципу поля чудес. Сидят гусенички на веточках. Если буква угадана неправильно, гусеничка падает, и дети вздыхают тяжело. А если буква угадана правильно, гусеничка превращается, куколка, в бабочку и взлетает. Вот посмотрите, как дети работают с таким упражнением на уроке. Очень любят. Все слабые ученики любят это упражнение. Ну неужели... Ну неужели... Чи... Чи... Оля... И... И... Ань... И... Ань... Ань... Да... И... Ви... 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 Степа... Эй... Сиселушку... Ти... Ли... И... Ти... Да купите вы себе диск и пользуйтесь на здоровье. Да... Ти... Оля... И... Ань... Ну... Ви... И... Ань... И... Ань... Да... Ань... Ань... Вот дети, мальчики за последней партой, самые слабые Это у меня с двойки на тройку учатся в пятом классе А вот вы сейчас увидите две девочки, у которых на парте лежит словарь открыт И они туда подглядывают, ищут, а какое же это слово? Вон они в словарик заглядывают Любят Очень любят Всегда просят, давайте в червячков поиграем Но я даю это упражнение, как обобщение лексики на последнем уроке раздела На последнем уроке раздела отвожу время, и мы играем с этими играми За компьютером сидит девочка, которая нажимает на букву, названную учениками А они все поднимают руку И называют, кто какую букву считает нужной Если он угадал слово Я по словарю На правописание слов Вот здесь нужно написать название штатов, изображенных на карте Конечно, на доске такое упражнение делать мы не будем А его можно дать индивидуально какому-то ученику Ученик может назвать, какие штаты здесь нарисованы А другой набрать слово по буквам Так, перескочил один слайд Возвращаюсь Не слышно меня? Так Слушайте, как есть звук, слышите? Так, хорошо, прекрасно слышно Значит, продолжаю В обучающей компьютерной программе есть вот такие упражнения Кстати, к разработчикам программ у меня еще предложение есть Но, может быть, оно неосуществимо Это только я, как дилетант, могу так рассуждать Вот эти слова, которые написаны внизу На три разных звука Хорошо бы было еще и услышать от диктора А не от учителя, который не является носителем языка Но, тем не менее Значит, вот здесь вы видите такое упражнение Сначала Какие транскрипционные знаки Здесь на этих трех карточках изображены Дети учатся читать транскрипционные знаки Вспоминают Они должны уметь читать транскрипцию Дальше Потом приходится читать слова, которые здесь есть Мне, самому учителю Я читаю вот эти вот слова Дети за мной хором повторяют Ну, поскольку я могу тоже ошибаться Кстати, я не так давно слушала на форуме Терминасову Она говорила о том, что не стоит быть перфекционистами И я уверилась в том, что я не самый плохой произноситель звуков английского языка Так вот, читаю сама Дети за мной повторяют А потом раскладывают эти слова на три В соответствии с тем, как они читаются Давайте посмотрим видео, как это делают ученики шестого класса Диски я покупаю сама Один для класса, второй для домашнего компьютера У меня нет десяти компьютеров и десяти дисков Если у вас есть такая возможность Значит, вы можете запросить от школы От родительского комитета От спонсоров каких-то Вот Но, тем не менее, с одним диском Дин диск Можно денег найти Так, слышно, загрузилось видео Знание транскрипции нужно Читать нужно уметь слова, незнакомые по словарю Angry Plug Plug Angry Angry Now, who comes to the blackboard? Well, Даня Come, please Come to the blackboard And do the exercise Мы все еще читаем, да? А вот сейчас Данилка мой подойдет к Данилке. Владислав, рада тебя слышать, видеть. Давно на скайп не выходил. Ну что делать, дорогие, если государство нас не обеспечивает ни кнопками, ни скрепками, ни бумагой, ни дисками? Ну что делать? Лично мне денег не жалко на то, чтобы научить ребенка говорить. Нет, давайте ничего не пробовать не делать. Вот так. Покупаем и работаем. Вот Данилка заклинил, и у него стик. У меня не самая хорошая компьютерная доска. У стика села батарейка, и я ему разрешила сесть за... Казаконщики. упражнения можно покупать идти татьяне геннадьевне батарейку и вставлять в этот после каникул я так и сделаю поменяю все батарейки так продолжаем с вами транскрипция нужна и работать с ней нужно даже неоспоримый совершенно факт теперь давайте поговорим о грамматических упражнениях их тоже очень много разнообразные интересные что мне нравится в мк кафман что грамматика вся объясняется на русском языке ребенок который пропустил урок по болезни по какому-то другому случаю по другой причине он может дома разобраться с материалом у меня были проблемы с ребятами я занимаюсь дистанционно с детьми инвалидами по скайпу по другим учебникам и у меня были проблемы с ребятами которые не в состоянии разобрать грамматику которую дают им в конце учебника всю на английском языке мне приходится возвращаться и объяснять им все на русском языке потому что дети инвалиды тем более не могут усвоить такую грамматику а здесь нашему мк грамматика дается великолепно можно ее всю разобрать самостоятельно дома если пропустил урок так вот что касается грамматических упражнений здесь вы видите слайд который позволяет отработать три формы глагола значит мы можем на уроке в виде зарядки в начале урока прочитать все глаголы потом на следующем слайде там они будут уже не все нужно назвать глагол по русски восполнить его формы то есть это уже дополнительная работа есть упражнения грамматические на подстановку отдельных грамматических явлений вот например очень простенькое упражнение артикль или артикль определенные д или отсутствие артикля эта работа занимает три минуты читается предложение и быстро называется артикль или и он пропускается в качестве разминки перед выполнением самостоятельной работы чтобы напомнить грамматическое явление значит это очень хорошее упражнение для фронтальной работы в классе при наличии одного компьютера и одного лицензионного диска не надо говорить о том что мы не в состоянии посадить всех детей за компьютеры для разминки можно проводить упражнения на порядок слов в предложении рассыпанные слова быстро собираются но вот такое упражнение я даю чаще всего индивидуально детям которых у которых существуют проблемы с построением предложений вот эти вот упражнения индивидуально дают возможность ребенку отработать то что у него не получается это прекрасная отработка пока класс занят другим каким-то видом деятельности ученик за компьютером учителя сидит и работает самостоятельно оценивает компьютер правильно неправильно компьютер покажет сколько предложений неправильно даст возможность повторно сделать упражнения заменит в быстром темпе вот такие упражнения на а вот упражнения делаются за три три минуты и ребята с удовольствием их выполняют а вот упражнения коммуникативные я как в начале нашего с вами разговора сказала это конечно симуляция коммуникации это не сама коммуникация но тем не менее детям это делать интересно нужно построить диалог вопрос ответ вот здесь по моему а здесь другое на видео вы увидите выражение look like быть похожим просто лук и вот доски лук лайк вот выражение лук которые они путают постоянно значит вопрос и ответ должен подходить к этому вопросу посмотрите видео с этим упражнением выходят к доске два ученика мальчик и девочка ну поскольку у меня вот один стик сел села батарейка они друг другу передают стик поэтому не защитите пожалуйста они должны работать каждый со своим стиком на доске а здесь мальчик и девочка передают друг другу из рук в руки паша ask questions and саша виланса вот павлик задает вопрос а сашенька отвечает вот эта сашенька пришла из другой группы где ее не научили произносить слова си но я ее поправляю немножко си дети не знала то что их не научили они с удовольствием учатся вот посмотрите как они друг другу передают стик улыбаются задают вопросы паша а сашенька отвечает на мальчик на учебнике такое упражнение можно дать не парик а индивидуально ребенку вот вы увидите на следующем слайде диалог который нужно собрать здесь просто может один ученик собрать диалог по порядку это совсем не обязательно вызывать пару учеников к доске то есть вы можете использовать каждое упражнение по своему усмотрению как вам действительно ваша творческая смекалка ваши методические находки подскажут и помогут теперь вот смотрите это для меня новинка связи с тем что появилось задание устное в едином экзамене я пришла к выводу что можно даже на основе обучающей компьютерной программы учить даже техники чтения и читать слух вот это упражнение делали ученики раньше просто так здесь упражнение это из девятого класса а четыре коротеньких текста нужно drag the name of the jobs to the text данные четыре коротеньких текста и какие там профессии уэйта сэйлс ассистент кук и офис кларк нужно заглавить каждый текст я попробовала посадить ученика за компьютер дать ему минуту на то чтобы ознакомиться с текстом диски с упражнением интернет магазине на форуме english teachers точка ру можно купить за 15 минут с интернет доставкой и через 15 минут он у вас будет дома этот диск так вот ученик ознакомился с текстом потом он читает текст слух но слова предварительно мы дали и ученикам всему классу какие заглавия к этому тексту можно подобрать и пожалуйста класс слушает он подключен к аудированию ученик учится читать я его учу потом отмечу все его ошибки я ошибки не исправляю никогда сразу а на листочке бумаги делаю свои заметки а потом с учеником отдельно отработаю и задействован весь класс и мы работаем под подготовки к устной части экзамена ну и вот в обучающих компьютерных программах есть такие упражнения с картинками которые знакомят нас за стопримечательностями лондона нью-йорка под картинками данной подписи и потом можно проверить как ребята запомнили здесь еще и надо навык работы с компьютером потому что картинки быстро меняются и нужно правильное название достопримечательности успеть поставить под правильную картинку это очень здорово интересно и делается довольно быстро вот это такое же упражнение из учебника девятого класса из укп девятого класса мне очень нравится в нашему мк happy english точка ру работа с лиммериками дети сами сочиняют лиммерики и вот я нашла для себя такое упражнение на компьютерной программе где еще и они ритм рифму подбирают каждой строчке тоже довольно интересное такое упражнение я отношу это к социокультурному компоненту потому что мы знакомимся с тем что такое лиммерик учимся переводить лиммерики учимся читать их правильно и учимся их сочинять сами ну если вы остановите ребенка вызовите к доске и вы разберете правила чтения ваш урок пропал считайте 45 минут вы будете разбирать каждое правило чтения а у каждого ребенка свои ошибки считайте что у вас уроков не хватит больше так что мадина я не приветствую вашу такую находку вот так вот это упражнение дает возможность поработать с лиммериками ну и еще что нравится детям это игры а игры с компьютером должны быть познавательными направляемыми учителем они такие где они безумно бездумно гоняют шарики их стрелялки без 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 бездумные значит вот поэтому нужно эти игры давать им возможность увидеть правильные грамотные и научить их работать с такими играми игры обычно конечно но требует много времени но в конце раздела в конце четверти когда уже урок оценки бывают выставлены и уже урок никому не нужный как таковой дети уже не хотят ничего на этом уроке поэтому мы устраиваем урок обобщающего повторения урок игры работаем с компьютером работаем с играми или с двумя командами мы можем разделить группу на две команды я иногда делю мальчики девочки ну как то кого победит и иногда в порядке бонуса тому ученику который этого заслужил лучше других справился с заданием вот игры примеры игр здесь вы видите на этом слайде вот этот верхний скриншот показывает игру с компьютером я сама с ним пыталась играть когда делала этот скриншот вот один раз я не успела у компьютера очко и у меня очко здесь нужно очень быстро напечатать правильную грамматическую форму или для времени simple или для continuous или для perfect это нужно во-первых навыки работы с клавиатурой а во вторых нужно еще и соображать и быстро уметь это все делать поэтому компьютер победить не всегда просто а вот бонусная игра которую вы внизу видите это ребенок играет с удовольствием если он заслужил такой бонус вот этот фрагмент из моей разработки к уроку 7 класса которую я представляла на конкурс загружается значит с компьютером играть тоже интересно он обязательно дает какой-то приз и вот в данном случае олеся у доски заработала бонусную игру ей разрешили поиграть в конце урока а все завидуют и подсказывают есть место конечно игры в живую хорошо но дети любят и на компьютере поиграть этого сейчас нельзя это игнорировать поколение действительно компьютерное и учитель должен быть всегда на шаг впереди детей не должны они на него свысока смотреть что они умеют а вы не умеете вы должны уметь больше чем ученик вот она заработала 25 баллов фунтов в данном случае и как раз проходилось слово tribe и из племени вышел такой туземец который ей попался за эти 25 баллов так значит что касается индивидуальных заданий с компьютером значит конечно так как и запланировано в обучающей компьютерной программе это очень хорошо когда ребенок имеет диск дома и может работать сам но мы знаем ученика лучше чем он сам себя и чем его знают родители поэтому я подбираю задания для учеников индивидуальные для того чтобы они сидели за моим компьютером и отрабатывали то что у них не получается с классом я даю одну работу с группой ученик на моем компьютере делает совершенно другое задание как долго я работаю с интерактивной доской по санпину положено 15-20 минут я работаю меньше но не могу вот может быть вы мне объясните сейчас в чате что мы будем делать когда будут на всех 6 уроках электронные учебники в санпине прописано сколько можно использовать и я не нарушаю а вот что мы будем делать с электронными учебниками я этого не знаю интересно очень так вот давая индивидуальные задания ученику мы с вами во первых работаем с конкретным учеником осуществляем личностно ориентированный подход в обучении поэтому индивидуальные задания с одним диском и с одним компьютером это конечно очень хорошее подспорье в нашей работе в начале я говорила вам о том что можно зайти зарегистрироваться под логином ТИЧА если вы зайдете под таким логином ТИЧА то вы можете контролировать своих учеников кто какие задания и сколько сделал но если у вас небольшая наполняемость группы вы можете давать в системе некоторым ученикам задания он под своим логином и паролем на протяжении всего года заходит и в каждом разделе выполняет какое-то упражнение тогда вы просто посмотрите в таблице результатов как этот ученик работал у вас на сколько процентов он отработал один раздел второй раздел третий раздел и так далее вот здесь есть такая возможность но я это взяла вы видите это вот Дарина это я свою внучку так заставляю работать с обучающей компьютерной программой и вот кстати посмотрите в шестом упражнении там где практис 80 процентов она говорит бабушка а ты знаешь почему какие ошибки я сделала после слова краткий ответ я не поставила запятую а дорогая моя вот я бы в тетради тебе подчеркнула или поставила эту запятую но оценку бы не снизила а компьютер снизил значит ты должна быть очень внимательной вот поэтому ученика приучают это результативность их работы приучает работать смотреть оценивать свои результаты достижения результатов здесь не эффективные как вы говорите они реальные вот вы понимаете что если мы дадим ребенку тест как бы мне вернуться ну не буду я возвращаться не буду значит к слайду там где я говорила об индивидуальной работе значит я хотела сказать еще вот о чем значит у нас с вами есть одна проблема ученики ученики иногда списывают друг у друга есть решебники с которых они списывают проверочные тестовые работы есть ученики очень хитрые которые берут тетради у учеников предыдущего года обучения с готовыми уже решенными и выполненными заданиями с проверенными причем учителем заданиями и и эта оценка не является объективной но на компьютере если я дам тест эта оценка будет объективной с компьютером не поспоришь он проверит и твою запятую и твою точку которую ты не поставил и выдаст тебе реальный правильный ответ вот поэтому я считаю что с одним диском и с одним компьютером можно успешно работать в классе несмотря на то что нас конечно обеспечивают очень плохо ну какие еще у меня к вам просьбы и пожелания товарищи коллеги мои а не товарищи у нас уже это слово как-то затерлось немножко коллеги мои значит во-первых использовать все компоненты у мк не хватает времени выбирайте смотрите бездумно не используйте не зацикливайтесь на одном упражнении выбирайте то что вам нужно сегодня важнее не нужно над одной ошибкой весь класс держать и терзать нужно индивидуально отработать с каждым ребенком учебник кауфман будет внесен в перечень я совершенно не сомневаюсь в этом вот Ольга Нивановна пишет что его нет в перечне будет и мы по нему не сложили руки продолжаем работать то что есть в библиотеке в течение пяти лет мы будем спокойно использовать не глядя ни на какой перечень поэтому не поддавайтесь на все вот эти уговоры менять учебник меня в этом году тоже библиотека разодачила она подошла ко мне и сказала вы знаете ПАВГОС нам же бесплатно дают учебники нам для пятого класса дадут комплект учебников я даже сейчас не вспомню какой она назвала или Спотлайт или Старлайт ну какой то назвала я говорю дорогая моя у меня на полке на весь пятый класс есть учебники Кауфман и если тебе пришлют бесплатные эти учебники положи их в самый дальний угол своей библиотеки и ни в коем случае не выдавай детям я по этому учебнику отказываюсь работать но учить ребенка я могу по тому учебнику который дает для этого возможность для начальной школы учебники Кауфман великолепные второй третий четвертый класс вот учителя посмотрите на форуме они делятся опытом работы есть ведут дневники учителя Метелкина дальше кто у нас по началке работает Ольга Клара Исааковна напомните я сейчас растерялась забыла дневники зайдите в раздел форум ОМК Кауфман дневники онлайн дневники учителей апробаторов и вы найдете там Елисеева правильно Елисеева ведет по начальной школе Метелкина ведет по начальной школе и они делятся опытом своей работы на форуме рассказывают о каждом проведенном уроке дают видеофрагменты как они научили работайте и вы не пожалеете учебники великолепные я гарантирую вам что по ним я вот работаю с 2001 года и ни за что не брошу ни за что не променяю на тот на две пачки того порошка о чем я говорила в начале а оставлюсь со своим спасибо вам большое если какие-то вопросы в чате пропустила вроде старалась следить вроде старалась следить за вопросами значит можете мне задать потом лично на форуме я с удовольствием всем отвечу всего вам доброго товарищи я не знаю не знаю что я не знаю не знаю